Привет! В данном выпуске расскажу и покажу про БТГ-грабли. Точнее, про одну из многочисленных вариантов ошибок и недопонимания реальных физических процессов, происходящих у искателей бестопливных генераторов и вечных двигателей. В бесконечные множества раз более десяти лет наблюдаю, как очередные подросшие искатели глупо натыкаются на одно и то же с маниакальным упорством. Правда, на самом деле, обычно такое происходит или из-за элементарного невежества, или попыток повтора неудачи других бедолаг. Типа, вот же он, дурак, все не так делает. У меня-то же точно получится. Или из-за банального самообмана в стиле фэнтези есть еще особый психотип самоутверждающихся маньяков. Сперва они из-за своей глупости, насмотревшейся какого мусора в интернете, озаряются некой гениальной мыслью, начинает провоцировать неудачников в действию, навязывая свою бредовую идею. Или иногда сами реализуют надуманное, но после выясняется, что бабки и время потрачено зря. Кто-то уходит в запой, кто-то надеется, что чего-то недоработал, и вот еще чуть-чуть подпилить, подпаять, подмазать, подкрутить, поменять и заторахтит, поедет, полетит, поплывет в вечную жизнь. Ведь еще не все грабли освоены. После многочисленных тумаков по лбу у некоторых срывает крышу и, бегая по палате, кричат, что у них рабочая установка прямо под кроватью, под подушкой, в матрасе, под плинтусом. Ладно, выберите по вкусу. Вот только глупые санитары не дают ток подвести на деревню к бабушке, а так бы киловатты, да что там киловатты, мегаватты раздавал бы всем страждующим. Ладно, считайте это прелюдией. Я давно уже пытаюсь делать ролики, кроме разоблачения аферистов и фейкометов, с подобным обучающим и разъясняющим уклоном, и достаточно очевидным для нормального специалиста. Но тут, как всегда, нашла коса на камень, поэтому делаю данный ролик на очень злободневную тему, фактически под заказ. И с конкретной привязкой к предоставленному образцу, который сами авторы и достаточно известный в БТГ-кругах Ярослав Старухин, создатель канала «Глобальная волна» в Ютубе и других информационных ресурсах, в бесконечно очередной раз показали публике будущее процветание цивилизации. Ну да, ни больше, ни меньше. БТГ-устройства, по их мнению, задействуют некий эфир, который пытается найти уже несколько столетий многие тысячи хомо-сапиенсов. Причем большинство из них называет себя учеными, гениями и посвященными в тайны мироздания. Вот одну из тайн я постараюсь вам сегодня приоткрыть. И в ней спрятаны те грабли, куда-то корвутся авторы в области фантастики. Да, триггером для написания моего видео является выпуск ролика 3 февраля на «Глобальной волне» от Ярослава Старухина, где так и называется «Разгадка БТГ в массы. Идеальная настройка трансформатора Тесла. Подготовка на патент. Глобальная волна». Правда, кроме тумана в виде свечения ламп дневного света и присутствия девушки, не понимающей происходящего, никаких разгадок не было. А вот я постараюсь этот пробел устранить. Подобный показов я насмотрелся тысячи и, являясь экспертом с большим опытом в этой области, сразу понял, что тут и как и чем все должно, как обычно, закончиться. Кроме того, Ярослав обещал на следующий день показать самозапит на этой установке, но, конечно, данной оказии так и не состоялось. Естественно, я в телеграме написал ироничный посыл. И после моего замечания Ярослав разродился громозгласным матом, но при этом задал, вероятно, для него сногсшибательный и недосягаемый вопрос. Почему при зажигании лампы дневного света не изменяются параметры, не знаю, как другие, да и тех, кто сделал эту установку? Но мне ответ был известен еще в ранние школьные годы, более 50 лет назад. Тогда, в раннем детстве, я уже стал заниматься электроникой, очень много читал и перечитывал самые различные технические популярные журналы и книги. Наука и жизнь, техника молодежи, модельс-конструктор, радио, юный техник, ну и так далее. Где-то в одном из них прочитал историю. В 20-х годах прошлого столетия некий бизнесмен в европейском государстве решил построить мощную радиостанцию возле небольшой деревушки. Подвел электричество, все построил и запустил в работу. А в деревне еще жили по старинке. Кто-то из них сообразил или подсказали, что если намотать катушку и подключить лампочку, то можно получить освещение на халяву. В общем, вся деревня быстро обзавелась подобными девайсами и стали жить по часам этой радиостанции, так как она вещала не круглосуточно, а с утра и до 12 ночи. Поэтому, как только радиостанция включалась, все ложились спать. Об этом узнал хозяин радиостанции и подал на них в суд, что они воруют у него энергию таким образом. Не помню, чем дело кончилось и другие подробности, но не в этом же суть. Я тогда сразу заострил внимание на ситуации. Почему он решил, что деревенские у него энергию воруют? Тогда я быстро понял физику процесса и вот уже более 50 лет этот рассказ сидит в моей памяти. Переходим к практическому освоению граблей. Это будет первый показ из серии «БТГшные грабли». Вас всех с детства приучили верить в сказки. И со временем некоторые из вас сами становятся сказочниками. Но опасная категория из них – те, кто сами начинают верить в эти бредни. Ладно, если подобный сочинитель начал писать рассказы, фантастику, так и пишет – фантастика. Но нет, появился интернет, ютуб, возможность писать собственные видео, да еще на этом зарабатывает. А обычно начитавшись и насмотревшись различных сочинительств, веруны решают сами воплотить в жизнь навязанные фантазии. Но в силу свое не вежется, то есть, не понимая реальных физических процессов, сами себя загоняют в тупик. И чтобы как-то вылезти оттуда, вынуждены обманывать себя и окружающих. Доходят до того, что совершенно не понимая, что же происходит, и получив некие ложные результаты, считают, что схватили Бога за бороду, изображают дикую сенсацию. Вот сейчас мы и разберем первый и основной классический вариант обмана себя, любимого и окружающих. Большинство из вас знает, что это такое. Классическая рабочая установка Теслы в миниатюрном исполнении от китайцев. В силу того, что у меня мало места, да и не советую с большими устройствами играться, если здоровье дорого, буду демонстрировать грабли на этом устройстве и на этом. Мои постоянные зрители знают, что я занимаюсь исследованиями и разработкой устройств с использованием вихревых энергий. В сфере вихревой медицины. Кстати, это одна из последних новоразработанных установок в форме полуяйца. Ну, незаконченная. Вероятно, помните, я сделал полной формы несколько штук пару лет назад. Разлетелись по разным странам. Даже себе не оставил. Так вот, если с таким устройством я не советую долго играться, сам стараясь меньше получаться, так как чувствую, надо выключать, то с таким устройством можно часы проводить и будет только на пользу. Но с моей установкой, которая поможет разобраться с граблями, мы разберемся позже. А сейчас продемонстрирую, как БТГшники сами себя обманывают на этой. Как там Ярослав Старухин на меня наехал? Почему не меняются параметры просвещения ламп? Пожалуйста, показываю. Специально буду питать установку от аккумулятора, которому, кстати, более 20 лет. До сих пор в строю. И буду проводить замеры в трех видах напряжения, ток и мощность. Приборчик немного ведет себя беспокойно из-за близости с излучением, но вполне приемлемо. Вот мы видим, установка потребляет где-то 7 ватт. Немножко, видите, она дергается из-за того, что близко, слишком. Здесь можем посмотреть, вот он идет факел. Излучение. И примерно, вот у нас сейчас на аккумуляторе 12 вольт. Здесь около 0,6 ампер потребления и около 7 ватт. Такого общего. Вот теперь давайте посмотрим. С самого начала это вот лампы. Светятся они хорошо. И смотрим, что потребление почти то же самое. Странно, правда. Дал нагрузку, лампы светятся он даже при хорошем освещении. А практически ничего не изменилось. И что ж так. Так вот, разбираем это дело. Я вот, я говорю, специально сделал питание на аккумуляторе, чтобы у нас не было никуда ничего не уходило. Излучающие в землю или вот, опять же, в меня не буду трогать это все. Но вот есть другие виды индикаторов, кроме осциллографа, который я всем всегда советую выбросить подальше. Потому что он вам показывает ложные сведения. Во-первых. А во-вторых, он показывает только какие-то формы сигнала, которые вам, в общем-то, особо и не нужны. Вам важнее то, что происходит вот здесь. А вы этого не видите. Вот. Яркий пример будет вот на этом устройстве. Здесь у нас сейчас идет один вид излучения. Ну, его там считают, типа, каким-то статическим. Это очень условно на самом деле. Это не статика. Статика это вот, когда вы одежду снимаете или там, смотрите что-нибудь. Я уже очень много всяких демонстрировал роликов по этому поводу. Вот на этих индикаторах. Все видно. Даже в полной темноте чуть-чуть вот пошевелили. И уже у меня индикаторы показывают, что вот есть статика. А это не статика. Это энергия, которая излучается в пространство. Причем оно вот примерно вот так вот в круговое пространство. И мы можем это дело принимать. Ну, вот, у меня, например, есть индукционные индикаторы. Это вот по индукции они работают. Значит, я сделаю, наверное, вот так вот. Вот видите, вот они ничего не показывают. Это индукционные. То же самое вот эти вот индикаторы. Они ничего не показывают. Ну, для примера я демонстрирую вот это вот. Комбинированная система, вот как тот аппарат. И вот он излучает два вида энергии. Вот один такой. И другой вот такой. Примерно. Но опять же не такой же, как этот. У него своя энергия, которая тоже считает, что она статическая. Но на самом деле это не совсем так. Но позже я покажу это все дальше. Вот есть менее мощный приборчик у меня. Соответственно, он не все засвечивает. Но вот видно. Сверхминиатюрный. Если, например, к этому сверхминиатюрному подключить внешний излучатель, как это у меня во всех установках собственных, то вот эти индикаторы светиться не будут. Эти нет. А вот эти, пожалуйста. То есть вот эти устройства обладают несколькими видами излучения энергии. Это только одно. Вот мы видим плазму на кончике. И вот мы посмотрели, что нагрузка абсолютно никак не влияет. Причина в чем? Я немножко позже это все разжую. Вот у нас статические индикаторы. Вот такие же круглые. Но это они по условно, условно называем так и быть, статика. Ну, условно. Вот у нас якобы статика. Вот, например, вот такие индикаторы. Как видите, вот они светятся все. Вот видите, как оно тоже достаточно яркое и все. Но, так как у нас система не заземлена, она создает энергию, вот, напряженность энергии вот вокруг здесь. И если мы вот так сделаем, то мы видим, что оказывается светится даже аккумулятор почему-то. Хотя, опять же, вот эти индикаторы светиться не будут. Вот, поставил. Почему-то светится. Ну и куча этих индикаторов. Если все сюда подсоединить, положить. Все оно изолировано, конечно. Это все находится в пространстве. То есть я вот поблизости просто положил его на прибор. Вот он же изолированный. Тут тоже все изолировано. Причем, видите, как ярко, что творится с ним. Мало того, что, вот видите, что я кладу на изолирующую поверхность, то есть диэлектрик, но он светится. То есть все фонит, независимо от металла или диэлектрика. Тут, конечно, вот так как я нагрузил уже немножко внешнюю сторону, то уже эта энергия, вот та, которая была здесь, она начинает уходить вот сюда. На эти датчики. Они же потребляют что-то. Вот видите. Даже вот такие вот малюсенькие датчики. Ну, я это все демонстрировал у себя уже не раз. Мои постоянные зрители, они все это видели. Подобное. Только на моих устройствах. Вот видите, вот как все ярко горит. То есть фонит вся система, если не заземлять. Потому что, когда вы заземляете, у вас вот это все, оно уходит в землю. И вы теряете еще, к тому же, некоторые КПД, но это уже другой разговор. Сейчас не в этом дело. Не про КПД дело. А про то, как вы себя обманываете. Но, если посмотреть, вот я нагрузил уже чем-то, если посмотреть, потребление не изменилось. Абсолютно никак. Опять же, если вот я беру лампу, видите, тут в темноте она очень сильно ярко, у нас изменяется свечение тут. Вот. Опять же, потребление там минимально, это плохо видно здесь сейчас, к сожалению. Так лучше, наверное. Вот. Оно практически не меняется. Оно больше меняется из-за того, что я вот тут вот шевелю этим всем. Вот вроде я нагрузил. Вот это вот. Вот здесь вот 20 светодиодов. Горят они совершенно не от этого. А вот от этого. И, как видите, ничего не меняется. Причина, я говорю, объясню в конце. Ну, и дело в том, что даже при вот такой мощности, около 6-7 ватт, этот приборчик, он перегревается очень сильно. Можно даже посмотреть. Поэтому, кроме того, что им опасно пользоваться, само по себе, вот уже 60 градусов. Так, он вообще до 80 может 90 нагреться, если долго. И вот мы получаем мощность. Ну, тут получается потеря мощности. Вот если, например, брать, ну, 6 ватт, то он где-то максимум излучает пространство около 4 ватт. А все остальное уходит в тепло. Хоть это и система, в общем-то, на полевиках, по идее, там все это должно быть нормально работать, но, тем не менее, все равно КПД тут относительно низкий. В моих устройствах КПД очень высокие, но это, опять же, попозже. Там больше 90%. Факт то, что вот, я вам показываю. Как видите, вот видите, как ярко, даже при ярком свете, вот, в общем-то, оно ярко светится и ничего, никаких изменений не дает. Вот, видите, вот я не трогаю ничего вот такого особого. Вот я специально поэтому и так разместил это все, чтобы вы могли наблюдать. Вот аккумулятор вообще расположен, видите, где. Но он тоже фонит. И оно все будет фонить в пространство. И вы можете это все снимать. Да, но проблема в том, что вы будете снимать до тех пор, пока вот съемная энергия, которую вот вы пытаетесь ее захватить, и тут, и тут, и тут, можно разложить это еще больше, излучение сделать вот так вот, даже по земле. И вы будете принимать эту энергию достаточно. Вот если вот показать, например, вот на этих, видите, я опять же положил. И сколько мы не дадим, все равно будет напряжение и ток тот же. Ну, немножко напряжение садится, так как аккумулятор все-таки под нагрузкой. И он немножко уже проседает, поэтому и мощность чуть-чуть меньше становится. Ну, это... Я же надеюсь, вы понимаете все. Вот. Происходящее. Вот можно так. И вот, в зависимости от того, как я это дотрагиваюсь, можно увидеть, но здесь, правда, опять же, на... Не, видно немножко. В зависимости от того, где что находится, где какой датчик, можно видеть, что вот оно перетекает. Одна энергия, вот здесь где-то ярче становится, где-то здесь наоборот тушится. Вот здесь, например, я ярче делаю, а вот этот уже он меньше начинает. Это тоже реагирует. Но, наверное, плохо видно. Да, плохо видно. Все датчики абсолютно реагируют. Индикаторы. Вот на то, что вот, где я, откуда энергию беру и как я ее беру. Потому что, если я беру лампами, они все-таки значительно больше отнимают мощности. Вот. И, конечно, уже те индикаторы будут соответственно светить. Вот, смотрите. Видите, они начинают тухнуть, потому что этот забирает энергию отсюда. Хотя, вот же, связь тут гальваническая вообще прямо по земле идет. Шурует и по питанию. Опять же, конечно, мы можем использовать вот такие вот индикаторы. Вот неонки. Самые различные, кроме ламп. но они имеют большой недостаток вот в исследовательских целях и вообще во всем. Они пороговые. То есть, например, у неонок около 50 вольт напряжения срабатывания должно быть, напряженность или напряжение, чтобы они зажглись. Уже после того, как они зажглись, уже можно их больше, меньше, даже меньше делать. То же самое и с лампами. для того, чтобы она тут не светит, не светит. Вот когда зажглась, все, она уже светит. Вот это большие недостатки. И опять же, у них чувствительность получается достаточно низкая. Динамический диапазон от сих до сих тоже относительно мало. Где-то децибел 30-40, не больше. в этих же индикаторов они светят от микроватт, от микроватт, от единиц микроватта до, ну, сами понимаете, хоть ватты на них подавай. Особенно вот на такой вот, который светодиоды у него осветительные, поэтому здесь можно хоть целый ватт давать. Вот как фонарик будет. и опять же вот я даю мощность какую видно. А тут не меняется, правда, плохо опять же видно. Видите, можно светить фонариком на расстоянии. И вся эта мощность мы можем ее вот так вот забирать, забирать, забирать и настанет порог, когда просто генератор схлопнется. то есть нагрузка станет превысит нормально и вот все, вот раз все, мы потухли. То есть бесконечно отбирать, как это там всякие мудрецы думают, не получится. Есть порог, вот например излучает она в данный момент чистых 4 ватта. И вот есть эквивалент опять же КПД мы собираем этих 4, почти 4 ватта, доходит порог и вот мы набрали и дальше это все хлоп и уже нет. Это абсолютно на всех установках, но мудрецы считают, что они что-то там схватили и у них получилось. И вот они могут натыкать, натыкать, вот я вам натыкал, могу еще кучу всего натыкать, но это будет в другой серии, вот в этой где я все это соединю вместе, потому что здесь это немножко неудобно. Факт то, что вот вы видите, как было 6 ватт, так и осталось. Вот немножко напряжение падает, поэтому тут еще чуть меньше. Никаких изменений мощности не происходит, потому что в чем причина-то? мы подали энергию в пространство, все, устройство работает на полную мощность, которую она способна в данный момент выдать, вот при определенном напряжении, дадим больше напряжения, соответственно ток, мощность повысится, но уже будем перегреваться сильно. Но мы дали какую-то мощность, используем мы ее на все 100%, которые можем использовать или вообще не используем. КПД нулевое, не имеет значения, оно ушло в пространство, все, вот, вокруг нас. Вот сейчас вот я фаню, так сказать, этим пространством, вот это все, все, что вот есть, вы видите, оно все сейчас подвержено вот этой атаке энергетической. Вот почему я и говорю, что вот я вот где-то с полчаса возле нее покручусь, что-то поделаю, я уже чувствую, у меня организм начинает сопротивляться этому, я ее выключаю, потому что, ну, чувствую, вредно. А если больше установку брать, там вообще больше 5 минут находиться нельзя. Огромные установки по 30, 50, 100 ватт, некоторые еще больше делают, вы просто сами себя убиваете постепенно. Оно медленно убивает, уничтожает, но тем не менее. А при длительных таких вот, когда по много часов сидят с ними, что-то там вот прямо на них, там пальцы тыкают, искры на себе, вот вы просто сами себя уничтожаете. Сколько таких уже людей погибло из-за этого, сколько себе здоровья попортили, это ужас. Так вот, когда мы эту энергию излучаем, она или используется, или не используется до определенного порога. Дальше все. Но вот почему-то я говорю, что очень много таких вот недо-БТГшников или как недоисследователей, которые не понимают, что происходит, думают, что начну эту энергию из эфира прямо. Вот эфир я тут раскачал, захотелось мне тут его раскачать, какой-то эфир, я не знаю, о чем вы вообще говорите, нет никакого эфира, в принципе, но ладно. Вот, что вы там раскачиваете? Ну, раскачали вы этот эфир, который для вас там фантастика или не фантастика, якобы реальный, но вы этот эфир раскачали, а дальше что? Вы сидите в лодке, вы сами себя раскачиваете, что вы хотите с этого получить? Ничего, вы тратите энергию на раскачивание лодки, не больше, вокруг волны, все остальное, дальше, если вы начнете грести в определенную сторону или, ну, сообразите, как правильно применить энергию, то может что-то у вас там получится какое-то движение, но просто раскачивать лодку, это бесполезно, ну, ее туда-сюда, туда-сюда, так что, если бы даже и был бы какой-то эфир, вы можете сколько угодно раскачивать, но с этого ничего не будет, но излучение и влияет, естественно, на какие-то вот такие устройства, которые могут эту энергию взять и для чего-то вот использовать. И получается, что вы где-то взяли, понатыкали, все, больше у вас ничего не получается. Значит, то, что я вам показал, это только на одном виде энергии, сейчас я вам покажу на этом устройстве уже на двух видах энергии. Шериф Рэймонд Вуд. Кто ты такой? Тот, кого ты не принимал в расчет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова